здравствуйте 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 жители планеты youtube приветствуют дайверов и любители поплавать с маской трубкой решила сделать такие видео потому что не знаю когда соберусь сделать полностью о этих странах мексике уже рассказала свое видение мексика декабрь январь холодновато там кстати добавлю нам-то повезло мы были там в мексике с 11 по 12 год переход и нам люди сказали которые часто посещают мексику в этот период они сказали что нам крупно очень повезло с погодой то что было тепло можно было купаться загорать но я все-таки застала там было три дня и было холодно реально лежала в одеяле на пляже было холодно вообще а теперь я расскажу о острове маврики посещали мы его с 12 по на 13 год новый год там отмечали сразу хочу сказать если вы любитель я на гулянок и танцулек до пяти утра то маврики не для вас вам прямая дорога мексику вот там веселуха и алкоголь льется рекой и коктейли льются рекой и вообще там весело скачут прыгают и танцуют там весело вообще маврики ну что маврики в один часов вечера все столы у нас убрали сказали чуз давайте ка ничего вам не будет представляете да вот такой вот маврики но настолько был отель скорее всего в других отелях там может быть и веселуха но извините меня маврикия я хочу сказать что очень 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 дорогая страна и цены не оправданно высокие это просто фантастически высокие цены которые не 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 оправданы это во мне мальдивы типа такой маленький островок и сюда завозится все таки все таки маврики огромный остров я вообще не представляю как там люди живут отвлеклась а теперь расскажу жили мы в отеле моншуази вот здесь вот ссылка на маврики посмотрите там у меня видео всякие разные ну что хочу сказать около отеля есть конечно кораллы но мы приехали считается в этот зимний сезон и по-моему я так поняла что в этот зимний сезон это вот декабрь-инварь там непрозрачная вода скорее всего прозрачная вода наверное говорят в мае но извините меня в мае туда ехать когда уже здесь тепло и в египте тоже тепло что-то как-то там дорого но говорят что в мае там вроде попрозрачная вода в общем один день то я там что-то увидела и там было вполне много рыб кораллы так себе потом уже вы считаете мы были наверное недели 4-3 там на задержали кстати да хочу сказать там сезонные циклоны шторма и бураны посмотрите какие-то там шторма и бураны это не шучу это была вообще такая разруха там реньон вообще там весь несло так в общем мутняк пару рыб то там увидела в общем рыб какие-то есть около отеля если идти получается на юг там шикарный отель пятизвездочный там песочек там более-менее вода прозрачная там песочек но там песок там не бутры кораллам надо какую-то лодку садиться куда-то там отвозит вас мы этим не занимались этой ерундой так обнаружили мы около порта там когда идете к пятизвездочному отелю на юг напишу здесь там есть только маленький порт яхты маленькие и вот если через дорогу то получается вот стоите порт за вами здесь будет клуб справа и чуть слева через дорогу вот туда идите напишу название как он называется там работы такие прям профессионалы профессионалы потому что мы купили их их фильм очень интересный и что они вытворяют это просто что они там вытворяют они там и могут ядовитую рыбу взять в руки что другим не позволительно они приручили инструктора как называется то господи мурен которым по 2-3 метра и они ручные зайчики мальчики у них они там вызывают звуками значит мурены там танцуют и вы их гладите реально хочу сказать что на маврикии вот с ними когда вы будете погружаться у вас просто мир перевернется все эти опасные рыбы которые вас кусают в египте и в других странах они там как котята триггер фиш вот такой огроменный он следовал за нами как котенок никого он не кусал потом вот эти мурены ну в общем куда мы погружались на здесь напишу там корабль значит оброшенный там живет мурена не вызывали эту мурену что-то там шубор мубор с ней потом значит уже вот опускались каким-то огромным камнем кстати да хочу сказать там нету кораллов вот таких как в египте там ман эти вот огромные огромные камень и чуть-чуть там где-то кораллы видимость в то время не такая уж хорошая была но что-то можно было увидеть до течение течение там тоже ого-го и ахаха так что имейте ввиду вот и вот в этих огромных каменях какая-то пещера есть и он значит уху-ху-ху-ху-ху-ху и выплывает значит огромная мурена метров наверно два-три и она вот так танцует толпу туристов подплывают к этому рено и и щупают он ее контролирует вы здесь приведу видео увидите там люди другие сняли я не камера нет я ничего снимала я вам рассказываю я в первый раз я конечно труханула ну так как я человек запуганный нельзя трогать мурен нельзя их там ты 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 только на второй раз когда мы как-то вот хочу сказать что больно там много места не вам не показывают они показывают вот пяток мест и все какой-то пяток может четыре места и все одно и то же показывают мы брали пакет и до давинка на маврики дорогой базе тоже расскажу и вот второй раз значит я уже думаю так и себя потрогаю муж так и не потрогал ну думаю дэкс я потом потрогаю что такое мурена ну мурена это как налим налим и трогали вот тоже самое вот он такой слизкий сначала я боялась этого триггера думаю сейчас меня схватит как за лапу и укусит потому что и наслышно что они кусаются ну вот а я говорю они как вот котята как собачки с тобой за вами бегают никто никого не кусает мурены там вот такие миролюбивые вызвали их покормили в общем французы они вот такие французы вот такие не французы они вот приручили этих рыб опасных там есть какой-то канал мурен подождите нет канал вот этих ядовитых рыб как же фоя фиш канал называется фоя фиш вот туда опускались я помню и я что там запомнила там была голубая мурена какая-то маленькая какая-то красивая голубая вот она там была там полно было этих мурен и этих рыб в общем хочу сказать маврики стоит посетить обязательно 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 лучше вот с этими вот с этой базой французской потому что они довольно таки интересные товарищи конечно не ждать там шикарных кораллов коралловых садов как в на мальдивах или как раз море в египте там все по-другому там абсолютно все все по-другому да кстати и соленость там тоже небольшая и мне там было очень немного груза нужно было здесь не пишу сколько что-то вроде 3 килограмма что-то вообще так мало мне если там в египте нужно чуть ли не 10 килограмм на себя вешать то там вообще очень мало удивляешься да там не такая соленая вода что еще хотела сказать про базу в общем к французам кстати надо как-то привыкнуть не ожидайте что будет такой хороший сервис как предоставляет вам немцы в египте да эти базы когда такие шикарные такие огромные комнаты для проветривания или яхты они во первых там ничего вам не объясняют они не любят разговаривать на английском языке они разговаривают все на французском и как-то с вами старается не заморачиваться у них там полно своих французов и они ля-ля-ля-ля на своим французском маленькие очень яхты туалет там есть слава тебе господи ну в общем как-то так по-французски все пофигистки сразу вам хочу сказать и вас это немножко в ступор ведет и ничего они вам не показывают вот например как вы пришли да первый раз они что-то должны показать вам где база где все ничего они не показывают если они скажут покажите вообще где что может быть тогда они соизволят вам показать очень-очень-очень-очень маленькая комнатка нет у них например ванн чтобы погружать вот это все и мыть все шлангом все как-то тесно сыро и ой как-то ужасно честно говорю вам как-то с непривычки вас все это удивит удивит но они как-то так не заморачиваются вообще как бы им как называть не парятся они в общем не парятся деньги к ним идут туристы плывут летят и они не парятся не парятся по поводу английского если у них там есть люди которые хорошо говорят на английском и они заставляют с вами разговаривать а сами не парятся в то же время вот я говорю интересные такие погружения они доброжелательные телефон звонит я с вами прощаюсь до свидания мои дорогие до свидания